Привет, друзья! Меня зовут Дима Ястрюк и вы знаете, что в моем городе есть паренек Влад, которому всего 9 лет. Он катается, стремится, старается, учит трюки. Действительно очень хороший пацан молодой и хочется ему немножко помочь. У него велосипед весь пошарпанный, побитый, в общем, в убитом состоянии, внешнем убитом состоянии и нужно его привести в нормальное собственно состояние, поэтому я сейчас хочу набрать ребят, у меня есть номер Владика, позвонить ему и сказать давай сейчас вместе приведем в порядок твой велосипед, покрасим его, как раз и он будет учиться крутить гайки и сделаем сегодня хорошее дело, поэтому звоним Владику. Алло. Алло, привет. Ты где, у Олега? Да. Понятно. Как тебе предложение сегодня велик твой покрасить? Ну, хорошая осень. Хорошая? Да, да, Олег, привет. Привет. Давайте я его сейчас заеду, заберу, вы где-то выйдете там к остановочке, поедем в эпицентр, купим краску и покрасим сегодня Владику байк. Конечно. Огонь? Все, давай. Хорошо, он такой счастливый там, удивится. Кто, Владик счастливый? Конечно, ты увидел ее лицо. Сейчас вместе будем краску выбирать. Ну, хорошо, это хорошо, что он счастлив. Все, огонь, все. Давай. Олег говорит, Владик там доволен, он сейчас с парнем, которому недавно дарил велосипед, с Олегом и говорит, что Владик доволен, улыбается, в общем, это классно. И я вспоминаю свое детство, мне всегда хотелось, чтобы мне какие-то сюрпризы делали, чем-то помогали и это классно. Короче, погнали покупать краску. Привет, бацаны. Привет. Пау, пау. Вот, смотрите, какой он весь покоцанный, поцарапанный. Владик его пытался сам покрасить, вот снял краску, тут ничего не вышло. Короче, велик нужно срочно. Что делать? Красивый! О, пристегиваешься, молодец, правильно. Я себя отцом чувствую, чисто приехал, завижу, пацаны никогда на дорогу не выбегали, Олег Анвлада ведет. Кстати, я в этом торговом центре, не торговый центр, да, это моя первая работа, эпицентр. Ужасная была работа, здесь относятся просто. Я видел, как ты там свое лицо и отписываешься. Относятся к работникам просто, как я не знаю. Ну, как к рабочему какому-то материалу, очень неприятно чувствоваться. Неприятно было работать, поэтому эту работу я быстро сменил. Но хорошая была школа жизни. Так, пацаны, смотрите, у меня такой, такая сразу это самое предложение. Мы возьмем аракал, заклеим часть байка аракала, ну, рамы. Чтобы там, в тех местах, где царапалось, потому что будет очень сложно покрасить, так чтобы краска не сдиралась. Ну, я всегда так делаю, свой байк крашу. Поэтому ищем аракал, выбираем цвет аракала и потом под этот цвет выбираем краску. Какой вообще цвет хотел бы ты? Я не задумался. Вообще не задумался? Не, ну, шоу, я помню, ты говорил, ты не хочешь розовый, не хочешь черный и красный не хочешь. Все остальное можно. Ну, в принципе, выбор есть. Лис по самоклеечке. Можем фиолетовый, я помню, ты говорил, хочешь фиолетовый. Давай еще посмотрим, если ничего больше не найдем, то будет, в принципе, прикольно, да, таким цветом байк? Ну, понял, просто пересмотрим, мы кликаем все, реально. Мы все любим снимать видео и делать фото. И для этого в современном мире нам часто необходима селфи-палка. И чтобы подобрать ее максимально круто и максимально подходящую для себя, для этого заходим на Е-каталог в раздел селфи-штативы. И здесь среди огромного параметра можно подобрать все, что вам нужно. Здесь можно как с металла, так и с пластика. Можно длиннее метра, короче метра. В общем, любую по длине подобрать. Можно через блютуз их подключать. Можно для экшн-камер, для смартфонов, для всего, чего хочешь. По производителю, по цене. В общем, ребятки, максимально удобно, максимально полезно. Постоянно пользуюсь Е-каталогом. Сейчас перейдите по ссылочке, выберите для себя на лето крутую селфи-палку. И можете даже написать, посоветовать, какую мне купить для съемки моих видосов. Ссылочка на Е-каталог в описании. И чем чаще вы переходите по ссылке, тем лучше вы поддерживаете канал. И тем чаще я буду дарить беймиксы. Е-каталог, ссылка в описании. Я, кстати, взял вам наклейки. Ура! Пацаны у меня постоянно наклейки бросят. Страз. Я сегодня как раз таки взял. Синь. Голубой не хочешь, как мой велик? Я же буду плодиатом. Да нет, это будет не это. В смысле плодиатом, куча голубых великов. Ну давай фиолетовые. В принципе, у нас фиолетовых не было, о чем мы долго будем думать. Мы бы пацанов в комментариях спросили, но вы же будете смотреть это видео, когда мы уже все доделаем. Кстати, смотри, мы могли бы в золотую плеть. Да зачем? Было, было такое. Да, я сегодня кондиционер наконец-то поставил в дом. Да, две тысячи только на ровном месте сэкономим. Да, я просто всегда стараюсь деньги тратить с умом. И если вижу, что на мне хотят много заработать, больше, чем нужно, то я стараюсь эту схему обходить. Так, я не могу найти. Девушка, оденем в баллоночках у вас краска? Ага, понял, спасибо. Ну, что это такое? Нет, я не нахерачиваю. Это похоже. Светлый сильно. Она на самом деле будет нормально. Мы там еще стыки заклеим этим. Ленкой? Наклейками. А, ну, в принципе, да. Ну, как я тогда Аркадия своего красил. Там вообще в тон не попадало. Так, мы руль с вилкой покрасим в тот же цвет? Покатите, покатите. Такой же или другой? Да, покатите. Короче, черный с фиолетовым. Да. Все, прекрасно. Погнали. Бумажка у тебя? Стой, да. А ну, давай на заставку. Так, здесь вот есть за 126 гривен канистра такая. Придет. Нам же бензин нужен, чтобы протереть, чтобы обезжирить. А я провтыкал, не взял. Поэтому сейчас заедем на заправку, еще дозаправим. Немножко бенза. Можно было обезжирить велик нормально. Все, все взяли, в общем, у нас. Аракал, два баллона, две наждачки и канистра для бензина. Ой, тут очень. Идем на другую кассу. Здесь еще постоянно, я не люблю ко мне постоянно придолбаться, но выходить. Типа, покажите рюкзак, покажите рюкзак. Я никогда принципиально не показываю его. И не оставляю, потому что у меня там техника дорогая лежит. И оставлять его в камере хранения вообще не прикольно. 400 гривен, грубо говоря, всего взяли. Теперь нужно максимально все быстро делать, потому что 4 часа вечера. В принципе, да, уже скоро начнет темнеть. Поедем сейчас на дёрт и, наверное, будем там красить. Там как раз есть такой участок. Плюс сегодня солнышко, тепло, высохнет все супер быстро. Главное не тормозить. И надо не забыть, пацаны, сейчас на заправку заехать. Правда, канистра пластиковая. Не везде пластиковые канистры наливают. Но я думаю, я что-то придумаю. У меня еще машина не открывается с моей стороны. Нужно, чтобы пассажир просто за ручку дёрни. Чтобы мне пассажир открыл. Оп, давай, давай, давай. Все, хорош. Спасибо. Оп. Что, пацаны, как думаете, в какой цвет будем красить байк? Зеленый. Зеленый, а ты? Я тоже зеленый. А ты думаешь, какой? Фиолетовый может. А ты? Желтый, желтый. А вы, пацаны? Зеленый, желтый. Зеленый, желтый. У него, кстати, все ужасно зажившее. Здесь педали прикипевшие. Еле пооткручивали. Короче, сейчас будем все смазывать. Все делать. Все настраивать. И я думаю, все будет огонь. Все, он так старается. Быстро, быстро, быстро. Быстро, быстро. Быстро. Как же удобно с помощниками. Просто настолько быстро все происходит. Все у нас такие дружные. Ребята постоянно подходят, говорят, что помочь там. Один только что вы нас зачищал, второй зачищал звезду. Третий вон руль зачищает. Пацаны вон с рамой разбираются, зачищают и обезжиривают. Я хожу все это крашу очень быстро. И очень, на самом деле, то, что быстро, это такое. Очень радует, что нас все ребята дружные и друг другу пытаются помочь. И Владику уже не терпится увидеть обновленный велик. Он говорит, давайте красим, давайте красим. Я говорю, Владик, чуть-чуть еще осталось. Нужно подготовить нормально. Он я хочу уже, говорит, увидеть скорее велосипед обновленный. Олег, тут бедняга, уже устал зачищать. Смотрите, он тут максимально классно все зачищает, вытирает, обезжиривает. Очень сильно старается. Потому что надо, чтобы вдруг катался на красивом лесу. Все, ребята, байк накрашен. Все, как тебе велик? Это самое прекрасное изобретение человечества, которое было. Дима, спасибо тебе. А ты-то что, я же не твой красил. Нет, я аж рад за него. Ну реально, хорошо получил. Я когда красил, думал, будет хуже. В общем, велик получился вот таким. Перебивка. Перебивка. Самое главное, мы ему все посмазывали, потому что у него ржавое, да, было. Все скрипело. Он просто отременно и тисточка. А теперь все у нас хорошо. Теперь хоть Владику будет не стыдно на нем кататься. Тем более, что он так старается. Нужно его поощрять. Продолжение следует... Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами был Дима Ястру и пока.